Всем привет! Спасибо, что стали спонсором моего канала. И сегодня я вам расскажу, как справиться с задачей электронной часы 1. Это задача на тему деления на целое и по остатку. И условия следующие у нее. Нам поступает на вход количество минут. И нам нужно сказать, сколько в этом числе укладывается полных часов, и сколько останется при этом минут. Мы с вами помним, что в одном часе у нас 60 минут. И значит, в 150 мы с вами можем ровно уместить 2 часа. Это в сумме нам дает 120 минут. И останется сюда добавить еще 30 минут. Операция деления на целое нам позволяет узнать, сколько у нас укладывается часов. То есть мы с вами число 150 можем на целое поделить на 60. Получим 2 часа. Ну и в общем виде мы должны с вами перемены n, это входная, на целое поделить на 60. Это узнаем, сколько у нас часов. Чтобы найти минуты, вы можете, в принципе, от 150 отнять количество часов, умноженное на 60. Но то же самое мы можем с вами получить путем операции взять остатка отделения. Если мы с вами по остатку поделим на 60, и мы так раз с вами узнаем, сколько минут останется. Подробно о том, как работает операция взять остатка, я говорил в своем видео. Поэтому обязательно посмотрите ее вновь. При этом напоминаю, что если у вас количество минут будет меньше, чем 60, то при делении по остатку на 60 мы получим с вами то же самое число 2. Такой результат нам с вами так раз и нужен. Потому что в этом числе у нас прошло 0 часов и останется 2 минуты. Но посмотрите внимательно на второе входное значение. Оно составляет 1441. И это достаточно большое число. Если мы его нацело поделим на 60, то получим значение, не равное 0. А именно 0 у нас вводится в качестве правильного ответа. А 0 у нас с вами должен получиться, потому что по условию сказано, что количество часов у нас должно варьироваться от 0 до 23. Потому что наши часы не учитывают полное количество суток, которое пройдено. Ведь они просто ходят по кругу, и когда сутки заканчиваются, часы начинают свой отчет вновь. Значит, из этого числа нам нужно с вами убрать количество минут, которые прошли в одни сутки. А в сутках у нас с вами 24 часа, значит, мы 24 умножаем на 60, получаем 1440. И чтобы откинуть полное количество суток, мы с вами можем наше число по остатку поделить на 1440. И вот столько минут у нас с вами останется. Ну а далее мы с ним делаем те же самые действия. То есть делим нацело, и получаем 0. И делим по остатку. И получаем 1. Это вот столько минут у нас с вами часы отмеряют. Вот и все решение этой задачи. Давайте ей реализуем. Итак, первым делом мы с вами вводим, сколько ввели у нас минут. А вторым обязательно должны отбросить полное количество суток. Для этого мы в переменной n сохраняем результат операции взятия остатка n на число 1440. И после этого мы можем сразу внутри принта посчитать, сколько у нас полных часов в этом числе и сколько у нас минут. Давайте нажму Ctrl-Alt-L для того, чтобы у нас произошло форматирование. И запустим эту программу. Итак, я ввожу 150 и получаю правильный ответ. Если я введу 1441, вот у нас с вами 0 часов 1 минута. Если я введу 2880, это ровно прошло 2 суток, у нас часы будут показывать ровно 12. Если же я введу число на единичку меньше, то у нас ровно минуты не будет хватать до 12 часов ночи. Отлично. Что же, давайте проверим, примет ли сайт решение этой программы. Я в пайчарме сразу скопирую путь к нашей папке. На сайте я уже зарегистрирован. То есть без зарегистрации вы не можете это проверить. Здесь кликаю по кнопке выбор файла и вставляю путь. Мой файлик называется Electric Clock. Здесь он подцепил уже Python версию 3.7. Это нужная нам версия. И нажимаю отправить. Немного нужно подождать. В принципе, можно пообновлять страничку. И вот мы видим, что 10 тестов пройдено, набрали 100 баллов. Значит, у нас все верно. На этом у нас с вами сегодня все. Не забывайте, что вы можете прислать мне ссылку для разбора следующей задачи. Ну а я с вами сейчас прощаюсь. Спасибо за просмотр. Всего доброго.